Торговля – важная сфера нашей экономики. В ней задействовано большое количество людей. В этой сфере в России занято около половины малых предприятий. Цель работников торговли – удовлетворить потребности населения в товарах и услугах. И это им в настоящее время вполне удается. В июле отмечают свой праздник люди самых нужных профессий, работники торговли и общественного питания. Эти преданные своему делу специалисты, работая в магазинах, отвечают за то, чтобы мы всегда смогли купить свежие и качественные продукты, нужные в быту товары. И они заслуживают самых добрых слов. Благодаря вам, благодаря нашим предпринимателям появляются новые продукты, новые услуги, меняются технологии. Это люди, которые берут на себя определенные риски, люди, за которыми стоят определенные коллективы. Сегодня, благодаря тому, что наши предприниматели работают, трудятся, в Славянске все есть. И начинаешь, если глубоко изучать, и можно эскизки получить, и можно, как говорится, все есть в Славянске. Приятно, что, честно вам скажу, я считаю, что в Славянске ребята все предприимчивые. Не заработаешь денег, и сейчас их сложнее заработать. Не заработаешь этим, если не будешь этим жить, если не будешь искать новые ниши, новые возможности, просчитывать новые какие-то проекты. Но работа очень интересная, поэтому я вас поздравляю с праздником. Роман Синеговский пожелал собравшимся и членам их коллективов успехов в труде, здоровья и благополучия. Была озвучена информация о каждом, пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти профессионалы очень достойно представляют свои торговые организации. Вот директор общества с ограниченной ответственностью Ассоль Ольга Перова. Она посвятила отрасли уже более третий века, к делу относится ответственно. Вачуева от ее работы многое зависит. Очень приятно, что нас пригласили, поздравили. Я очень благодарна за это администрации, управлению по торговле, за их внимание, за их помощь, за все, что они для нас делают. Жизнь кипит в торговле. Приятно людей обслуживать, приятно слушать их благодарность. Конечно, люди бывают разные, но очень много людей бывают и благодарными. С местными жителями, да, конечно, отношения очень такие дружеские, трогательные бывают и теплые. В основном. Но покупатели, к сожалению, бывают разными и ситуации складываются разные. Но вообще-то, как вы покупателю отвечаете, так они, как правило, общаются с вами. Все в Славянске-на-Кубани знают Николаевский рынок, который привлекает покупателей отличными продуктами местного производства и прекрасными цветами. Его возглавляет Наталья Седова. Она пользуется авторитетом в коллективе и уважением у предпринимателей. Когда человек заходит, он покупает самое необходимое, самое свежее, самое качественное. У меня в основном специфика, я сейчас расту в сторону цветочного бизнеса. Цветочный павильон у меня огромный, я считаю, это моя гордость. Самый большой и в Славянском районе, и в Краснояромейском. Там можно найти на любой вкус цветы. Я этим занимаюсь, это моя жизнь, это мое счастье. Цветы – это радость, я считаю. Поэтому мы дарим людям радость эту. У нас очень много людей, которые приходят к нам с благодарностью. Возвращаются много постоянных покупателей. И вообще, я считаю, что нужно всегда двигаться вперед. Я хочу пожелать всем работникам торговли не отчаиваться, идти в ногу со временем, находить какие-то новые сферы деятельности, чтобы обгонять огромные магазины, маркетплейсы, чтобы у них была всегда добрая душа, доброе сердце. Это самое главное в жизни. Когда человек приходит и видит улыбку на лице продавца, он к тебе вернется обязательно. Глава Славянского района вручил собравшимся благодарственные письма и ценные подарки за высокие показатели в работе и большой вклад в развитие отрасли. Потребительская отрасль муниципалитета самая многочисленная. В ней более 2200 объектов. Работа в этой сфере требует самоотдачи, специальных знаний, способности находить контакт с людьми. И все это и есть у наших лучших профессионалов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».